Павел, пожалуйста, расскажите, как проходил ваш первый игровой день. Вы один из лидеров турнира, два очка из двух, но партии были очень напряженные. Первая партия была безумно сложной. Разыграли, наверное, сейчас один из популярных, но безумно сложных вариантов. Дальше было очень много счетной работы, и в конце, когда у моего противника осталось уже мало времени, я сделал ход, как мне казалось, что у меня все должно быть хорошо, так на глазок, а выяснилось, что я там даже проигрывал. Но противник мне поверил, и дальше как-то удалось немножко обмануть его в цикноте. Играли вы с Никитой Матиняном? Да, играл я с Никитой Матиняном, это достаточно сильный гроссмейстер, который сейчас чуть меньше стал играть, но в целом практическую силу сохраняет очень серьезно. Вторую партию играл с Васильевым Прочмарем, играл совершенно бездарно. Ну, точнее, как, играл, может быть, не так бездарно, если не считать откровенные лажи в дебюте. То есть в дебюте залажал, и дальше, ну, с моей стороны, понеслась какая-то плохая игра. Мой противник действовал до поры до времени нормально, но затем залез абсолютно невынужденно в цикнот. Сначала выпустил выигрыш, а потом выпустил ничью. То есть я не сделал практически ничего. А это связано как-то с контролем времени, что людям, может быть, не так просто пока приспособиться к нему? Скорее, это связано с двумя турами в день, потому что контроль времени, ну, с таким контролем проводится огромное количество турниров. Да, Василий любит подумать, и это у него еще с детства, насколько я помню, сейчас он играет реже, и, ну, возможно, при отсутствии практики тяжелее считается, это понятно, но это никак не связано с контролем результат партии, это именно усталость, банальная усталость. Я вот сейчас перед этим отыграл еще один турнир, там тоже были сдвоенные туры, и это невероятно сложно. Играть именно в... играть полноценные... две полноценных партии при современном напряжении. То есть, чтобы выиграть... да, понятно, что можно играть в какие-то тихие шахматы, но вот играть в полноценные живые боевые шахматы невероятно сложно. Как Вам в целом играется с организационной точки зрения? Все ли в порядке, все ли нравится? Ну, отличный зал. В общем, пока у меня единственное, что маленькое замечание, что в начале первого тура какое-то время звучало не то музыка, не то вот что-то, достаточно тихо, но я оказался, видимо, рядом с источником шума. А в остальном вообще никаких... а, ну, конечно же, еще дикие очереди в гардероб, но в целом это, так скажем, мелочи относительно того, что встречается на каких-либо других турнирах. Так что организация на очень высоком уровне, и действительно, в таких отелях мы оказываемся... оказываемся... но в таких залах мы оказываемся очень редко. Да. А опен-турниры... вот Вы много играете, и, естественно, в Аэрофлотах часто играли. Вот какой лучший был результат? Да, наверное, ничем сильно хорошим похвастать не могу. То есть когда Аэрофлот неожиданно стал рапидом на один год, да, там я вышел в финальную часть, но тоже успехов особо не снискал, а так основное... основное мое участие в Аэрофлотах пришлось на период моего именно становления, роста, и, скажем так, да, были очень яркие... есть яркие воспоминания, есть яркие моменты, но в целом глобального успеха у меня на Аэрофлоте не было. Спасибо, удачи!